Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Приветствую всех вас, братья и сестры, приветствую всех друзей церковной реформации, приветствую всех, кто подключается, кто подключился сейчас. У меня компьютер опять завис, поэтому я не вижу, к сожалению, сейчас... А вот вроде отписает. Да, так что, друзья, слава Богу, сегодня утро, утренняя молитва, трансляция с утренней молитвы с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Архиепископом, которым я являюсь, друзья, и если вот так коротко описать свое служение, вот сегодня подумал утром я, то это невозможное... возможно. Вот так вот, вот такими словами можно описать. Потому что действительно реформация, оно дело всегда невозможное по-человечески. Но невозможное человеком возможно Богу. Богу же все возможно. Аллилуйя. Вот, и поэтому я благодушенствую, даже в самых отчаянных таких обстоятельствах молюсь, благодарю Бога Всемогущего за все. Понимаю, что по-человечески невозможное. Бог на меня, вот так вот, призвал меня к такому служению, взвалил на меня такую ношу. Вот, но на самом деле иго его, и бремя его легко, потому что это его, он сам несет. В благодати течем мы, христиане, слава Господу. Вот, но по-человечески, конечно, это невозможное. Вот, но Богу все возможно. Спасибо тебе, Господь, за все. Слава тебе, Святой. Сегодня 28-е у нас августа, по гражданскому летоисчислению, календарю. Вот, и сегодня в народе есть такое народное, православное такое название сегодняшнего дня, это Первое Пречистое. То есть, это праздник по-церковному, праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это православное наименование такое, традиционное православное наименование. Шалом, зануримуясь в океан Божьей любви. Аминь, аминь, Милана. Аминь, аминь, аминь. Аминь. В океан Божьей любви на самом деле. Только так, только так. Вот, и сегодня молюсь о том, чтобы действительно тысячи и тысячи священнослужителей, миллионы православных католиков, протестантов обратились к Спасителю, Господу. Да прославится имя Господне. Аллилуйя, аллилуйя. В церкви, во все роды, аллилуйя. Сегодня день, когда милость обновляется, и вот действительно к нам. Каждое утро обновляется милость его к нам. И вот я рассуждаю часто порой так, думаю, надо же. Божья милость, она постоянно обновляется. Постоянно, непрестанно. Просто по утрам наши сердца действительно, ну, более, что ли, восприимчивы к этой благодати. Я по себе просто смотрю, что на самом деле утром как-то вот эта свежесть воспринимается проще, лучше, вот от Бога обновление-то. Хотя по совести-то Господь, Он выше всего, выше нашего творения всего. Ну, своего творения выше нас. И Он действительно, ну, скажу так, что постоянное движение, постоянное обновление. Вот эти серафимы, которые возле Господа Бога, то они там взывают непрестанно вообще. Они непрестанно взывают свят, свят, свят. Друг о другу кричат, Господь Бог Саваоф. Удивительно. То есть получается, что в Боге всегда это обновление, всегда это новое. Так что даже вот эти вот небожители, серафимы, будучи возле прям Создателя, они не устают, им не скучно, и им всегда интересно, и у Бога есть всегда новое, что-то им показать настолько, что они постоянно в восхищении, постоянно взывают друг о другу. Свят, свят, свят. И это не скучная работа для них, это не абуза такая, знаете ли, это не просто что-то там на них возложили такое. Нет, нет. Им интересно, им, они сами восхищаются Творцом, вот, и возле Господа пребывая в вечность, люди порой неверующие говорят, что, ну как же так вот, не скучно ли будет вам в раю? Вот, ну те, кто не знает Бога, или мало Его еще знает, им порой может так кажется. На самом деле, скучно только в аду. Вот, еще в раю ничего не скучно, потому что действительно у Бога постоянное обновление. У него нет такого, чтобы одно и то же, одно и то же, серые будни, нет, такого нету. Это ад. А рай это действительно, это постоянное обновление. Бог это постоянное обновление, это источник жизни, начальник жизни. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, во веки веков, Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю, дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь сокровищница благ и жизнеподателю. Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, хвала тебе. Святый Боже, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, Хвала тебе, Святый бессмертный, Наш Бог и Царь, Великий Государь, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Милость Твоя обновляется к нам, Милость Твоя обновляется в нас, Утро милости Твоей, Слава Тебе, Господь наш и Царь, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, Слава, слава, слава. Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Слава, Аллилуйя, Слава, Слава, Аллилуйя, Слава, Аллилуйя, Слава, Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца, океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Твоей любви, безусловной любви Твоей, Господь, вечной Твоей любви, безусловной и вечной Твоей любви, великий океан, океан Твоего сердца, Господь Божий, погружаюсь в этот океан безбрежный. Слава Тебе, слава Тебе, Господь, ибо так Ты возлюбил нас, возлюбил весь этот мир, что отдал самого себя за нас, кровушку свою за нас пролил, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Боже, Сына Своего не пощадил, Боже, душу свою за нас положил, Господь, доказав однажды и навсегда свою великую любовь. Слава Тебе, Господь, слава, воспеваю ли, Господь, Тебя, воспеваю Твою любовь, Боже, слава, Аллилуйя, в этот утренний час, Боже, благослови нас, благослови, Господь, это утреннюю молитву сегодня, Боже, милость Твоя обновляется в нас, Господь, в наших судьбах, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Благослови, Господь, сегодня и хлебопреломление, это причастие и в Харистию, благослови, Боже, по богатой Своей милости сегодня, во имя Иисуса Христа, слава Тебе, Господь, пусть действительно таинство свершается, великое таинство любви, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. И тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семя Аврамова, и не были рабами никому никогда, как же ты говоришь, сделайтесь свободными. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, если раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Сам Иисус Христос, Сын Божий, является нашим освободителем, и став Его учениками, познавая истину, мы действительно настоящую свободу обретаем. Настоящая истина, Божья истина, Евангелийская истина, она дает настоящее освобождение. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. И потому мы веру эту апостольскую, христианскую и провозглашаем по сей час. Провозглашаем то, что наши старшие братья и сестры тогда, два тысячелетия назад провозглашали. Мы говорим, что ни в ком ином нет спасения, что имя Иисуса Христа дано свыше для нас, что имя Иисуса Христа воссияло в наших сердцах, и ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Сия вера апостольская, сия вера христианская, сия вера вселенную утвердим. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Благословен Господь, благословен Бог наш, и кого Сын освободит, Сын Божий Иисус Христос. Аллилуйя. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Он действительно спаситель, Он действительно Господь, Он действительно целитель и освободитель. Слава Тебе, слава Тебе, самый прекрасный, самый великий во всей вселенной. Слава Тебе. Пред именем Твоим Иисус Христос. Всякое колено склоняется небесных, земных и преисподних. Все покорно именем Твоему. Слава Тебе и хвала Господь. Аминь, аминь. Благослови Господь сегодня. Богослужение в разных церквях, в разных домах молитвенных, в разных храмах, костелах. Боже, Богослужение в разных местах, где собирается народ Твой, Боже. И наше вот это онлайн, такое онлайн служение, собрание с помощью интернета, Господь Боже. Ты даешь тоже возможность такую собираться. Боже, спасибо Тебе за такое онлайн Богослужение. И вот Евхаристию онлайн, причастие онлайн. Спасибо Тебе, Господь. Для Духа Твоего Святого нет никаких преград, Господь. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благодарю Тебя за то, что Ты дал нам интернет для вот такого действительно благовестия. Чтобы Слово Твое провозглашалось, Боже, по всей земле. Везде и вся. Слава Тебе, Господь. Слышали Слово Твое. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Ты действительно освободитель Иисус Христос. Кого Ты освободишь, Ты будешь по-настоящему свободным человеком. Аллилуйя. Господь сказал Иисус, уверовавшим Него в этом прочтенном фрагменте, что им нужно освободиться. Им нужна свобода. Верующим нужна свобода. Для многих это было очень так странно, честно говоря. Очень даже странно, я так понимаю. Потому что даже они сказали, что мы семи Авраамовы, мы потомки Авраама и не были ровами никому никогда. Вот. Как же ты говоришь нам, сделайтесь свободными. Но Иисус настаивал на своем, настаивал на действительно свободе. Что оказывается, да, спасение это, вера, да, это дар Божий на самом деле прекрасно. Уверовали это хорошо. Но оказывается, дальше там за свободу надо еще и посражаться. И освободитель у нас оказывается один, это сам Иисус Христос. Аллилуйя. Оказывается, есть еще какое-то решение, выбор, стать учеником Христовым, да, быть учеником Его послушным, да, значит, изучать, познавать истину, постигать истину и истинно сделать нас свободными. И вот этот стих, Иоанна 8,32, он один из таких вот кульминационных стихов в Новом Завете, да, на самом деле, один из таких вот очень таких ярких стихов, вот, как лозунг, как девиз такой определенный. И познайте истину, и истинность сделает вас свободными. Иоанна 8,32. Спасибо тебе, Господь. Благодарю Тебя, что через познание истины приходит свобода, истинная свобода. Я вчера вечером начал семинар, сегодня вечером буду продолжать в 6 часов вечера, посвященный сектоведению культа Богородицы, разоблачению освобождения от культа Богородицы, и вообще от многобожьей как такового. Вот, и я вчера немного начал даже свидетельствовать, и сегодня вечером продолжу. И сегодня, в утренней этой молитве я тоже хочу рассказать вкратце, что действительно Иисус есть освобождение наше, Иисус есть наша свобода. И как враг рода человеческого пытается сбить с понтолыку, как говорится, сбить с пути истинного верующих. Вот я на своей жизни это знаю лично, и не раз уже знаю, даже на своем личном опыте уже. И когда, будучи вот, пережив встречу с Богом, познаваясь Слово Божье, знаете ли, все хорошо. Но когда я воцерковлялся, когда стал церковнослужителем, священнослужителем, это 87-88 годы, как раз, знаете ли, то, ну, де-факто, в 87-м, а де-юре в 88-м году, в начале 88-го, начал священнослужить церковнослужение, уже как ипподиакон. Вот, и я все больше и больше тогда зачитывался, тогда вот 87-88 год, я все больше зачитывался святыми отцами, больше зачитывался житиями святых, да, больше зачитывался вот всякими патариками, там, значит, там, одним словом, предания церковные, углублялся в эти предания. И, знаете ли, Писание, Библия все дальше и дальше отходила, постепенно, постепенно отходила на задний план. Даже не, даже не сама Библия, нет, не совсем правильно. Библия, Библия рознь, как говорится, да, есть очень разные слова греческие, означающие слово, да, есть графа, есть логос, есть рема. Роза, да, слава Богу, пишет, да, Ольга, тоже доброе утро, народ Божий, благословения всем, аллилуйя, аллилуйя, благословения Божьи всем вам, братья и сестры. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, аллилуйя. И в девяносто первом году, став уже священником традиционной такой православной церкви, русской православной церкви, московской париархата, то есть я стал таким традиционным священником, то именно рема Божья, она ушла из моей жизни, слово Божье, оно покинуло, как бы, мою судьбу, и это было печально. Годы, с одной стороны, Бог благоставил меня, благоставлял, все равно меня благоставлял, да, и чудеса, и знамения являл свою милость, вот, но, вот, именно рема Божья ушла из моей жизни, а без этого вообще смысла нет, вообще существования у верующего человека, без Слова Божьего просто гибель, все. Даже если внешне все хорошо, и благословение даже, и Бог благоставлял внешне-то, но, знаете ли, внутри образовывалась все больше и больше пустота. И в 96-м году уже, вот, будучи традиционным священником православным, я через проповеди Эрла Штегина вновь открыл для себя Библию, открыл Слово Божье на русском языке, на понятном мне языке, не на старославянском, вот, мертвом языке, а на живом русском языке, и я не мог ничего прочесть, даже от волнения, тогда я помню, в тот день, но услышал тихий голос, как будто моя мысль внутри меня, внутри меня, как бы, и вне, как бы, вовне, и эта мысль, голос, как бы, говорит следующее, говорила мне тогда, Сережа, посмотри, не отец Сергий, не как ты сейчас, Сережа, посмотри, так интересно, я, а я смотрю, и не могу ничего даже разобрать от волнения, тебе было все хуже и хуже, голос говорил, ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже, и опять пауза, я смотрю, и я понимаю, что да, да, это Бог говорит, и я не могу ничего возразить, и не хочу, это правда, на самом деле, то, что Он говорит, и потом тот же самый голос, мысль, как бы, тихо говорит, потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни, и все, и вот откуда пришло, куда ушло, и не поймешь, но знаете, самое интересное, что произошло потом, вот, да, значит, я обратился к нему после нескольких лет молчания на своем родном русском языке, да, я на понятном ему языке стал говорить, не на старославянском, вот, потому что с 91-го года я себя дисциплинировал и сдерживал всякое пожелание молиться своими словами, и всегда молился только лишь по церковным книгам, по книгам богослужебным, по написанным молитвам, молитвословам, акафистикам, проканонникам, прочее, то есть, получается, моя молитвенная жизнь была в строгих рамках канонического такого православия, и это была большая беда моя, потому что лучше 2-3 слова, но от сердца своими словами сказанное, чем тьма слов, даже если, да, конечно, я пытался в них вложить смысл, и я вкладывал в этот смысл, и даже переживания имел, безусловно, да, значит, я понимал, что я молюсь этими молитвами, я молился этими молитвами, но все равно это мертвячено по сравнению с тем, чтобы хотя бы 2-3 слова сказать от себя самого, пусть даже это будет коряво, пусть даже это будет выглядеть для тебя как-то нескладно, вот, не беда, детский лепет для родителя более ценный, даже, чем многие, многие там, какие-то записанные слова, или сказанные как-то по бумажке, спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 Господь, вот, и среди прочего, в тот день я сказал ему вот такие слова, я сказал, что, ну, я попросил прощения, конечно, вот, а во-вторых, я сказал так, что безопаснее для меня доверять твоему слову, думаю, в моей церкви, вообще в православии, да, столько всяких этих противоречий в учении, столько много разных противоречий, и в практике, и в богослужении, и в учении, противоречие на противоречии, и, говорю, и еще, думаю, ведь Бог не осудит меня, если я буду говорить, значит, буду делать то, что написано в его слове, а вот то, что люди сказали, если я не сделаю, это еще, как говорится, вилами на воде писано, вот, и поэтому я сказал ему, тогда безопаснее для меня доверять твоему слову, и знаете ли, вот это вот, я сам еще подумал, надо же, как красиво получилось сказать, вот, и, я потом уже стал понимать, что как будто бы, какой-то тумблер, снова включили во мне, вот, безопасность, доверие Слову Божьему, это, ну, это потрясающее, это потрясающее чувство, переживание, вот, и поэтому, я всегда говорю многим, и священнослужителям, и прихожанам православным, разных патриархатов, канонических, неканонических, я говорю, друзья, действительно, безопаснее нам доверять Божьему слову, тому, что Бог сам сказал, то, что церковь сказала, это еще на воде вилами писано, то, что люди говорят, ну, говорят, Москве курдаят, а вот то, что Бог говорит, это действительно пребывает вовек, это вечно, так что лучше доверять Божьему слову, вот, и, благодарю Бога всемогущего, что вот моя реформация началась со Слова Божьего, поэтому некоторые, когда священники меня спрашивают, бывало, спрашивали за эти годы, не раз, как ты дошел до жизни такой, почему, ну, стал реформатором вообще, я говорю, если одним словом сказать, то это будет Слово Библия, если двумя словами, то в двух словах, то это Слово Божье, вот так вот можно сказать, Слово Божье, вот, и действительно это так, вот моя реформация начиналась с этого, вообще всегда реформация начинается с этих слов, да, с Олоскриптура, с этого не слов даже с этих, а с этого посыла, с этого, будем так говорить, ну, с этой доктрины, как бы, да, да, Солоскриптура, только Писание, слава тебе Господь, чтобы это было фундаментом нашим, основанием, и вот это прекрасно, самое прекрасное, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, сегодня преломляю хлеб в простоте, сердце, молюсь Господу всемогущему, у меня здесь лепешки, восточные, азиатские лепешки, да, я вчера, я вчера купил эти лепешки, вот, у меня плод виноградной лозы, есть сок виноградный, да, так что, да, совершаю хлебопреломление, причастие, евхаристию, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, да, слава Богу, да, спасибо тебе Господь, спасибо, спасибо, спасибо Господь, спасибо, так что, братья и сестры, тоже призываю вас к этому, совершить вместе, хлебопреломление, причастие, давайте совершим вместе, давайте вместе помолимся, и поблагодарим Бога за все, возьмите себе хлебушка, возьмите, значит, налейте себе сок, если нет сока, то даже просто воды, самое главное, что причастие, это само наше рассуждение, о теле и крови Господа Иисуса Христа, рассуждение о теле и крови Божественных, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, спасибо, благословен Господь, благословен Бог наш, благословен, спасибо, спасибо, спасибо Господь, спасибо, благодарю тебя за эту тайну, благодарю тебя Господь, за то, что действительно таинство свершается, тайна, сокрытая в веках от народов, которая лишь в народе Израиля цеплилась, как-то раскрывалась постепенно, как будто он раскрывалась, раскрывалась, но раскрылась во всей своей красе две тысячи лет назад и на протяжении этих двух тысячелетий сияет всему миру, благоставляет весь этот мир, все истрадавшиеся человечества, тайна великая, Христос в нас, упование славы. Боже, перед раскрытием этой тайны, Ты говорил людям, Царство Божие внутрь Вас есть. И многие задумывались. Спасибо, Господь, спасибо. И в Новом Завете, братья и сестры, раскрывается великая тайна, что Христос в нас, упование славы, Господь славы, Господь Бог всемогущий. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. И я уже пример такой приводил, значит, по поводу солений всех этих, да, вот, как раз баптизо, слово баптизо означает буквально погрузиться и там остаться, и пропитаться всем тем, во что-то погрузился. И слово баптизо в древности использовали для описания солений огурцов и прочих овощей. Вот, и малосол греки тоже любили, но баптизо не называли. Баптизо, баптизский огурец настоящий, считался тот, который полностью пропитался, просолился всем этим рассолом. Вот, и мне здесь вот как раз, вот у меня есть иллюстрация есть с собой здесь, свой утром как раз обнаружил, да. Это, значит, баночка такая, огурцы. Это мне прислал наш отец Павел. С Тернопольской области, такие сельские смоколоки. Аллилуйя, слава Богу, прекрасная очень вещь. Я думаю, как раз вот к шабату оставлю такую баночку. Вот, и так вот, интересно, что слова Иисуса на самом деле для современного слушателя можно так вот, как бы, разъяснить. Когда он уходил, он сказал, что кто уверует в меня и крестится, спасен будет. И вот можно так их сказать сегодня. Что кто уверует в меня и погрузится в меня, и пропитается мною, пропитываясь мною, да, будет спасен. Спасибо тебе, Господь. Пусть наша жизнь не будет никогда, никого из нас не будет малосол. Пусть будет сол. Пусть будет, как написано, имейте соль, да, имейте соль. Вот, внутри себя имейте соль. Имейте, Господь, действительно, твоего духа, Христова духа. А кто духа Христова твоего не имеет, тот и не твой. Боже всемогущий, мы погружаемся в океан твоей любви, Господь. Безбрежный океан. Погружаемся, погружаемся и пропитываемся тобою. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо, драгоценный. Спасибо, спасибо. Благословен ты, Бог наш. И, братья и сестры, сама Евхаристия, хлебопреломление, для меня это самый такой первый и лучший знак. Итак, вот наши этой пропитки им. То, что я в нем, а он во мне. То, что я погружаюсь в него, он погружается в меня. Бездна, бездну призывает. Для меня это так. И поэтому причастие совершаю я каждодневно. Даже и контактно, вкушая виноградный сок, допустим, и хлеб. И бесконтактно. Иногда это вода и хлеб, просто вода и сухарики. Иногда бесконтактно. Это просто, даже в общественном транспорте едешь, допустим, в метро едешь, допустим. Просто умом своим воспаряешь ввысь. И погружаешься в эту тайну размышления, размышления о теле крови Иисуса Христа. И совершается причастие. Евхаристия совершается. Бесконтактно. То есть, ты вроде ничего, ни хлеба, ни вина не пьешь, значит, но ты умом своим, сердцем, своей душой своей, ты уже пропитываешься кровью Иисуса Христа. Рассуждая о теле крови Иисуса Христа, о великой жертве Голговской. Вот, и само пение, восхваление Бога, да, в том числе и молчаливое даже пение, восхваление, ну, на людях молчаливое. Но в духе ты просто кричишь просто, просто воспеваешь громким голосом внутри, внутренне твой человек воспевает. Вот, не всегда есть возможность громко так вот физически спеть, но сердце просто часто поет. И тогда тоже получается поклонение, совершается поклонение. Слава тебе, Господь. Молитва бывает и словами, бывает и бессловесная, да, вот. И то же самое, и причастие Евхаристии бывает вот такой контактной, бывает бесконтактной такой, да, вот. Вот, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо за сегодняшнее рассуждение о теле крови Твоих, Боже. Действительно, великая тайна, что кровью Твоей, Святой Иисус Христос, жертвой Твоей Голговской, ломимым телом Твоим, я спасен. Я благодарю Тебя, Господь. Да, спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо за этот хлеб. Физический хлеб, насущный хлеб наш, который Ты дал нам. Спасибо. 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 Прекрасный хлеб. Спасибо. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. И благословен Бог наш, давший нам хлеб с небес. Иисуса Христа, праведника, спасителя, Господа. Целителя, освободителя. Благодарю Тебя за хлеб жизни. Твоей жизни Твой хлеб. Спасибо Тебе за хлеб, сошедший с небес в мою жизнь. Боже, за тело Сына Твоего Иисуса, моего спасителя и Господа, моего брата и друга, моего целителя и освободителя. Слава Тебе. Благословен Бог наш, великий виноградарь, Отец наш, Аба, Отче, Папочка, Папа. Благословен Ты. Я благодарю Тебя и люблю Тебя. Очень-очень люблю. И благодарю за все. Благодарю за Иисуса Христа, единородного Твоего. Моего старшего брата, моего друга, моего возлюбленного, моего целителя. За кровь святую, спасителя моего, Господа моего. Благодарю Тебя, Господь, что драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Твоего Агнца, я спасен, исцелен, благословлен всеми благословениями небес. Слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь Вселенной всей. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Тело Иисуса Христа. Аминь. Ешьте, братья, сестры, пейте. Восхваляйте Бога Всемогущего. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Аминь. 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 Аминь Аминь Лехаем За жизнь За жизнь мира ты дал свою жизнь Господь Слава тебе Аминь Аминь Аминь, аминь Бог Во Христе Примирил Собой весь мир Не вменяя людям преступлений Их и дал нам Слово примирения Примиритесь с Богом Благодарим Бога за мир Во Христе Иисусе Господе нашим За жизнь Спасение Исцеление Благословение Во Христе Иисусе Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе Славлю Господа Ибо Он благ Ибо вовек Милость Его Славьте Господа Ибо Бог благ Ибо вовек Милость Его Слава тебе Слава тебе Ибо Бог благ Ибо вовек Милость Его Слава тебе Слава тебе Ибо Господа Ибо Он благ Ибо вовек Ибо вовек Милость Его Благ Бог мой Благой Ибо вовек Милость Его Слава тебе Господа Ибо Он благ Ибо вовек Милость Его Естественно Ты вызвал я Господу И Он Услышал И спас меня Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славьте Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь, слава Тебе, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя, Господь. Аллилуйя! Ты Бог благой. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, слава Тебе, Господь, слава Тебе. Благословен Ты, Царь наш. Благослови, Боже, всех братьев, сестер сейчас, всех нас благослови. Аллилуйя! Благоставляю сегодня свою семью, жену свою, Инну Сергеевну, драгоценную мою. Благоставляю детишек наших, внуков наших, котов наших, всех наших благоставляю. Благоставляю вас и всех ваших во имя Господне. Благоставляю сегодня и все, кто онлайн был, и все, кто потом в записи будет смотреть, потому что смотрю даже по просмотрам, большую часть людей смотрит потом уже, позже смотрит уже. Пусть Господь вас тоже благословит во имя Иисуса Христа. Пою священническое благословение сегодня на вас. Молю сегодня за всех православных христиан, молюсь и благоставляю, особенно священнослужителей разного уровня, разных патриархатов, там, значит, канонических, неканонических, всех церквей. Слава Богу! И благоставляю всех боящихся Господа, разные конфессии, разные динаминации во имя Господне, во имя Иисуса. Благоставляю Израиль, благоставляю столицу возрожденного еврейского государства, город Иерусалим. Аллилуйя! Пою благословение священническое. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Аврама, Исаака Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем ложникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и силы и слава вовеки. Аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывается всеми нами. Аминь. Славьте Господа, ибо Бог благ. Аллилуйя. Сегодня вечером в 6 часов вечера подключайтесь к онлайн-семинару, продолжение семинара сегодня. Славьте Господа, ибо Бог благ. Слава Бог. Слава Бог.